Всем привет! Итак, мы находимся в КАЗ. На самом деле я вам немного соврала. Эта серия будет посвящена не только знакомству с нашими персонажами, но еще и обзору новинок КАЗ. Конечно же, это дополнение принесло очень много новинок в одежде, ну и также прическе. Но прежде чем мы начнем говорить о них, я хочу вам сказать, что в этом дополнении появилось два новых вида смерти. И я думаю, сейчас нам стоит посмотреть на призраков и немного осознать, так сказать, что это за призраки и причины их смерти. А первое, смерть от удара тупым предметом. Да, красно-коричневый призрак. Это звучит так странно, как будто из уголовного дела. Ну и второй вид смерти, это смерть от разглагольствования. Я правда не знаю, что это значит, на самом деле. И, конечно, наш сим не будет призраком, он будет человеком. Ну и теперь, я думаю, мы можем приступить к обзору КАЗ и знакомству с нашими персонажами. Как вы видите, у нас будет три персонажа. Я говорила как-то кому-то из вас, что будет только два. Ну, можете считать, что я передумала. И первый персонаж, вы его сейчас видите. Я его не показывала на паблике, в отличие от остальных двух. Его зовут Джейсон Кендрик. И, я думаю, нам стоит посмотреть, что же нового появилось в категории волосы. Есть три новых типа прически без аксессуаров. Одну из них вы можете видеть сейчас на Джейсоне. Следующий, вернее, первый из них это дреды. На самом деле, я не слишком люблю дреды, но эти выглядят неплохо. А дальше это, я думаю, подойдет для ботаников. Новая социальная группа. И, конечно же, для существа. Из этого дополнения персонажа растения. Но в этом цвете выглядит очень странно, как что-то нехорошее. Да, ну и, конечно, есть новые прически из аксессуаров. Если совсем точно, то только одна. Но зато какая. Достаточно интересная и неплохо выглядит. Я думаю, мы оставим то, что было до этого. Эту, конечно же. Да, ну и, кроме того, обновилась категория растительность на лице. Есть три новых типа. А это... Я думаю, следующее подходит для симов, гномов. И, конечно, для персонажей растений. Да. Ну, я думаю, мы ничего не будем оставлять. Вместо этого мы переходим в категорию одежды. Где появилось просто изобилие, так скажем, предметов гардероба для мужчин. Чем я, кстати, очень и очень довольна. А у нас есть такой тип одежды, который, кстати, также может относиться и к верхней. В трех вариантах окраски, конечно, вы можете изменить. А далее... Нечто с пиджаком. Да, очень странное. Это очень такое университетское, возможно, с логотипом каким-то. Что-то также с логотипами различными. Я думаю, это относится, возможно, к факультетам или что-то еще. А, я думаю, вот это подойдет для ботаников, возможно, также в трех вариантах. Пока что, ну, конечно, вы можете все это переделать. Да, и, конечно, одно из классических одеяний студента в нескольких вариантах окраса. Окраски. Это собирается стать моим самым любимым, пожалуй. Да, ну, это выглядит неплохо. Да, я на самом деле уже успела поиграть, и это я создала для кого-то там. Ну, и, конечно, для профессоров что-то. Да, это еще не все. Есть еще множество. Также в нескольких вариантах вы можете просмотреть это. Пока я тут щелкаю очень быстро. Также что-то связанное с одеждой специализированной для колледжа. Да, это также вот это моя любимая. Которую, я думаю, мы оставим для Джейсона. И, я думаю, для персонажей-бунтарей вот это подойдет идеально. А, еще что-то здесь есть, боже мой. Да, очень-очень много толстовок, худи. И также нечто напоминающее мне о какой-то футбольной команде. Нечто спортивное, которое подойдет для спортсменов. Это также новая социальная группа. И кое-что еще для ботаников, я так думаю, будет идеально. Ну, и футболки, которые заслуживают, некоторые из них заслуживают отдельного внимания. Это не здесь. С нянкетом. С солнцем, яичницей. И вот это моя самая любимая. Очень забавная на самом деле. Ну, и, как я уже говорила, мы возвращаемся. И Джейсон будет одеть нас вот в это. А мы переходим в категорию нижней части одежды. И здесь у нас тоже, надо сказать, достаточно много обновлений. Это что-то спортивного типа. Я думаю, это будет отличным вариантом для спортсменов. Да, это то, что было одето на Джейсоне. Я думаю, это и останется нечто для бунтарей, я так думаю. Рваные джинсы. Которые, кстати, выглядят замечательно. Я думаю, еще одно что-то для спортсменов. Также джинсы. И для профессоров. Как часть того, что было в категории верхняя часть одежды. Переходим в категорию наряда. Там всего одно, насколько я помню. Что-то новое, да. Действительно, и это для персонажей растений. Мне все время хочется назвать их растаманы. Я привыкла к ним с Sims 2. Но вы можете видеть, как это выглядит. Конечно же, у нас есть обновление обуви. У нас есть такой тип обуви. Возможно, это что-то относится к университетскому какому-то одеянию. Да, и то, что было на Джейсоне. Я думаю, мы это оставим. Можем посмотреть поближе. Выглядит здорово. Я думаю, это для гномов. Да. И вот эти. Очень крутые. Но мы, к сожалению, не можем находить. Потому что вот это вот. Жаль. Но на самом деле они выглядят очень круто. Да. И это все. Но не забывайте, что у нас есть еще категория аксессуаров. Которые также обновились. Мы переходим прямо туда. С дополнением появились вот такие очки. Но это не единственное, что здесь появилось. Насколько я помню, здесь есть кое-что еще. Да. Но мы, к сожалению, не сможем разглядеть вот эти цепи. Да. Браслеты. Которые я собираюсь любить очень сильно. На самом деле я очень хотела, чтобы что-то подобное появилось. Да. Есть еще такой браслет. Но это, насколько я помню, также не все. Или все. Да. Это, видимо, все. Поэтому мы выбираем вот это. И я вам очень-очень-очень быстро покажу официальный костюм и остальные наряды. Потому что мы не будем слишком подробно на этом задерживаться. Да. Так выглядит его официальный костюм. А это брюки сверхъестественного, обувь из дополнения этого, студенческая жизнь. Да. И, конечно, пиджак вот этот перекрашенный. Вы можете его перекрасить полностью и убрать вот эти вот закорючки. А мы переходим в ночное белье. Да. Это наше ночное белье. А это пришло вместе с каталогом «Изысканная спальня». Мы переходим в спортивную одежду. Да, так выглядит наша спортивная одежда. Основное, так скажем, из этого дополнения я только немного перекрасила. Остальное все из базовой игры. Мы переходим в купальный костюм. Да, захотелось красок. И поэтому он выглядит вот так. Все из базовой игры. И мы переходим в верхнюю одежду, которая последняя категория одежды. Итак, так и выглядит наша верхняя одежда. Это из дополнения студенческой жизни, конечно же. Я вам показывала это. Это из базовой и из сверхъестественного. Да, ну и, конечно же, мы переходим теперь к характеру. Вы можете видеть его чертой характера. Дружелюбный спортсмен, душа компании, кокетливый. И пятой чертой характера. Я хочу дать ему новую черту характера, которая появилась с этим дополнением. Неотразимый. Неотразимые персонажи весьма очаровательны, хотя зачастую они могут получить больше, чем просили. Им легко будет назначать свидание, и другие будут хотеть общаться с ними. Просто потому, что они и так неотразимы. И вы можете видеть новую анимацию. Здорово. Да, ну и, конечно, мы выбираем мечту всей жизни. С этим дополнением их появилось шесть. Итак, одна из них – это лучший студент, законченный университет с самым высоким средним баллом. Мастер-блога, который станет нашей мечтой всей жизни. Достигнуть уровня 10 в навыке социальной сети. Да, это новый навык. И создать пятизвездочный блок. Кроме того, мастер основной специальности. Получить три степени. Далее. Научный специалист. Достигнуть уровня 10 в навыке наука. Достигнуть уровня 10 в любой научной, медицинской или деловой карьере. И поверенной улице. Достигнуть уровня 10 в навыке стрит-арт. Создать семь росписей шедевров. Но, на самом деле, я не нашла больше других. Возможно, я что-то пропустила. В любом случае, мы переходим к следующему персонажу. И это Джема Кендрик. Да, не случайно у этих симов одинаковые фамилии. Да, они будут братом и сестрой. Но об этом чуть позже. А пока что мы переходим в категорию волосы. И смотрим, что нового там появилось. У нас есть всего одна новая прическа без аксессуаров. Вы можете видеть ее сейчас. О, боже мой, тут косичка. Кажется, да? Да. Да, здорово. Мы переходим в категорию аксессуаров. И смотрим, что у нас там. Кажется, здесь гораздо больше. У нас есть, насколько я помню, три прически новых. А вот такая. Дреды. Снова дреды. Только более украшенные. Все-таки это женская прическа. Новые короткие волосы. Боже мой, даже не три. Замечательно. Это. Выглядит здорово. Это любимая моя прическа из аксессуаров. Ну и, конечно же, прическа для персонажей растений, которая, опять же, выглядит очень странно в таком цвете. И вообще в любом другом цвете, исключая какие-то необычные. Там зеленый, фиолетовый. Ну, вы понимаете. Ну, а мы возвращаемся к нашей предыдущей прическе. Она, как вы понимаете, из времен года. Она была моей любимой, она остается моей любимой. Да, мы переходим теперь в категорию одежды. У нас, кстати, здесь также изобилие новых предметов. Что не может не радовать, конечно же. Давайте же посмотрим, что у нас нового. У нас есть вот такая футболка. Абсолютно новая. А также что-то прям для студентов колледжа с эмблемами. А еще одно для студентов колледжа. И уже более так универсальное, что и будет, кстати, одета на джеме. Да. И что-то очень красивое. Это, пожалуй, наиболее красивое из всех этих. Ну, кому как. Так, еще что-то студенческое, очень классическое. Да, ну и, конечно, это похоже в чем-то перекликается с мужской одеждой. Да, спортивная одежда с плеером. Вы можете видеть наушники также здесь. Еще одна толстовка. Толстовок в этом дополнении очень много, как я уже говорила об этом. Что-то для бунтарей, я думаю. Я бы сама такое одела на самом деле, потому что это круто выглядит. Это мой стиль. Не, это предыдущий. Да, что-то для спортсменов, я думаю. Еще что-то для спортсменов. На самом деле, я бы не одела это. И мне кажется, тут немного ползет. Ну, ладно. Лонг слив, я думаю. Да, повторяются принты, что и в мужской одежде. Также футболка с нянкэтом. С яичницей. С сосисками-яичницей. И это все. А мы переходим в категорию нижней части одежды. Но прежде мы сменим это. Ну и здесь у нас тоже достаточно много нового. Впрочем, как и везде. У нас есть новые спортивные брюки. Даже не одни, хочу вам сказать. Некоторые эмблемы. Но хочу вам сказать, что... Хочу вас успокоить. Что есть и просто брюки без всяких эмблем. И так далее. Шорты с леггинсами. Здорово. И очень крутые шорты с заклепками. Я думаю, мы пока не видим заклепки. Они выше, к сожалению. Но вы их увидите я вам еще. Еще одни спортивные шорты. Джинсы. Приджи джинсовые. И юбка для той замечательной верхней части одежды, которую мы видели ранее. И, конечно же, мы даем Джейме это. Мы переходим в наряды. И хочу вам сказать, что здесь выбор побольше, чем в мужской одежде. Но это что-то для бунтарей. Выглядит круто. Да. Это, кстати, пожалуй, одно из моих любимых. Нечто такое. И такое. Кстати, обратите внимание на спину. Выглядит здорово. Я думаю, это подойдет для ботаников. Кстати, джем у нас будет ботаником. Что-то для студента. Направление художественное. И, конечно же, наряд для растений. У нас есть такие замечательные ботинки, я думаю. А для... Скорее всего, для бунтарей. Мечто для студентов какого-то университета. Но, на самом деле, не какого-то. Симс-университета. И, я думаю, что-то еще для бунтарей. Потому что это выглядит очень свободолюбиво. Да. Что-то для гномов также. И обувь для растений. Мы даем джеме это. И переходим в категорию аксессуаров. Где также есть обновления, конечно же. Итак, так же, как и в категории мужской одежды, у нас появились очки, которые несколько отличаются от тех, что были там. Но это, конечно же, тоже не единственное обновление. У нас также есть серьги, которые мы пока, к сожалению, не можем посмотреть. Вот джемы, длинные волосы. Также у нас есть браслеты. Вот такой. Не та рука. Сори. Такой. И, насколько я помню, это все. Да, это действительно все. Так что мы не будем давать никаких браслетов. И мы просто сейчас переходим, предварительно убрав очки, в категорию официальный костюм. Итак, это официальный костюм. Я думаю, по одежде вы можете легко догадаться, кто она. Она должна быть ботаником. Да, я немного кастомизировала это. Кстати, вы, конечно, сможете сделать то же самое. За исключением вот этих отворотов, которые почему-то нельзя перекрасить. Не знаю почему. Да, ну я и выбрала эти ботильоны. И без всяких официаров мы переходим в ночное белье. Здесь мы видим пижаму, которая пришла к нам из дополнения. Времена года. В общем, ничего пока особенного. Переходим в спортивную одежду. Да, и здесь у нас есть контент из студенческой жизни. Конечно, это прическа, которую вы видели немного ранее. И футболка. А остальное из базовой игры переходим в купальные костюмы. Да, это пришло вместе с дополнением, вернее, с каталогом изысканной спальни, если я не ошибаюсь. В общем, пока ничего интересного действительно здесь нет. Из дополнения студенческой жизни мы переходим в категорию верхней одежды. Да, ну и для джема я выбрала куртку из дополнения времена года. А это из всех возрастов и из современной роскоши. Ну и теперь мы можем на полных правах перейти к характеру. Вы видите черты характера. Дружелюбная, перфекционистская книжная, червь и неуклюжая. Это нам поможет, я думаю, для достижения нашей ученой степени. Да, ну и я думаю, нам стоит дать ей новую черту характера. Социально неловкий. Социально неловкие персонажи пытаются приспособиться, но иногда говорят, неправильные вещи и непроходящее время. А нелегко быть социально неловким, конечно же. Но, тем не менее, джема будет социально неловким персонажем. Я думаю, нам это будет замечательно. Да, и мы будем лучшей студенткой. Это новая мечта всей жизни. А мы переходим к следующему персонажу, который зовут Шейлин Палмер. Да, ну и надо сказать, что я не собиралась изначально ее к нам добавлять. Просто в последнее время что-то мне очень захотелось, чтобы у нас было именно три персонажа. Впрочем, я слишком много говорю. Ну, я думаю, по ее внешнему виду вы также можете догадаться, кем она будет. Да, ну мы не будем задерживаться на волосах, мы сразу перейдем в одежду. Да, ну и вы уже разглядели, я думаю, ее повседневную надежду на полностью студенческой жизни. Все, от обуви до аксессуаров. И мы переходим в официальный костюм. Итак, это официальный костюм Шейлин. Я думаю, это подойдет для студентки. Да, но это также полностью из студенческой жизни. Только я немного изменила цвет этой обуви. Так, она не отличается. Повседневная одежда. И мы переходим в ночное белье. Ее ночное белье также из студенческой жизни, вы можете видеть и здесь. Прическа пришла вместе с Авророй Скайс. Кстати, предыдущая из каталога «Изысканная спальня». А мы переходим в спортивную одежду. А это спортивная одежда Шейлин, которая также полностью, кроме обуви, обуви из базовой игры, остальное все из студенческой жизни. Я только немного изменила цвет этих брюк. Мы переходим в купальные костюмы. Да, но, к сожалению, со студенческой жизнью никаких особо купальных костюмов, только что там шорты, по-моему, так не было ничего. И поэтому я выбрала для нее купальный костюм из дизеля полностью. Мы переходим в верхнюю одежду. И так выглядит ее верхняя одежда. К сожалению, из студенческой жизни только это можно выбрать в качестве верхней одежды. Хотя, мне кажется, там были и другие еще на выбор. Там можно было что-то выбрать. Ну и, конечно же, мы переходим в ее характер. И она у нас бонтарь, художница, виртуоз и кокетка. Хотя я не знаю почему, но, возможно, нам это поможет. Да, ну и, конечно, мы выберем ей новую черту характера «Авангардист». Персонажи-авангардисты знают, что искусство, а что нет. И позволяют знать это другим. Порадовать авангардистам непросто. Персонажи-авангардисты... Боже. Без труда смогут окончить факультет изобразительного искусства в университете СИС. Ну и, конечно же, мы собираемся именно этот факультет и окончить. Да, и вы видите анимацию. Это черты характера. Ну и в качестве мечты всей жизни вы видите, что для нее выбраны поверенные улицы. Кстати, я забыла совсем сказать, что есть еще одна мечта всей жизни. Добиться максимального успеха, влияния во всех социальных группах. Да. Ну и, собственно, целью является добиться максимального влияния во всех социальных группах. Да, кстати, я вам забыла сказать, что с этим дополнением появилась также новая музыка, сервис новой радиостанции Geek Rock. И это, кстати, любимая музыка джеммы. У джейсона это хип-хоп. И здесь вы видите Dark Wave. Ну и, я думаю, теперь мы переходим к окончанию создания этой семьи. И сейчас мы, конечно же, изменим им отношения. Да, ну и... Кто есть кто? Да, Джейсон и Джемма – брат-сестра. Брат-сестра. А что касается Шейлин, то можно считать ее нашим другом. Что же, на этом знакомство с персонажами обзорка завершается. И мы увидимся в следующей серии, которая будет очень-очень скоро. Именно там начнется на геймплей. Мы отправились в университет Sims. А пока что я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok